Доброго времени суток моя семья, моя интернет семья, все кто только что к нам присоединился. Всех приветствую, подписывайтесь на мой канал и ваша жизнь станет намного качественней в плане здоровья и в плане духовного здоровья также. Если у вас такие признаки, это проблемы со сном, бессонница, это тревожные сновидения может быть, трудный подъем, проблемы с повторными засыпаниями, вот все это называется проблемы со сном, это первое. Второе. Потеря чувствительности половина тела, вот знаете как покалывает, как будто бы там правая рука, правая нога и потеря чувствительности половина тела, это второй признак. Третий. Если у вас сильные, часто повторяющиеся головные боли, это четвертое. Пятое. Повышение уровня холестерина в анализах крови. Кстати, сдаете ли вы анализы крови? Я всегда всем советую один раз в год идти, пусть даже платные лаборатории, и сдавать анализы крови. Обязательно. Особенно повышение уровня холестерина в крови. Обязательно. Это пятый симптом. Шестой симптом. Изменение походки и нарушение координации. Седьмой симптом. Изменение зрения. Такие мелькания в глазах, мушки, как бы мушки перед глазами. И шум в ушах. Восьмой симптом. Эмоциональные изменения, раздражительность, частая депрессия, плаксивость, плаксивость и чувство тревоги. Восьмой симптом. Приливы жара и потливость лица. Девятый симптом. Повышенная утомляемость, постоянная слабость, рассеянность. Начали дело, не доканчиваете до конца. Начали, нет сил закончить до конца или переключаетесь на другое. Обратите на это внимание. Следующий симптом. Дрожание подбородка и конечностей. У кого? Следующее. Нарушение памяти. Проблемы с краткосрочной памятью. Вот что недавно было, не помните. То, что давно в детстве, помните. Это многие помните. А вот то, что недавно, не помните. Обратите на это внимание. И появление асимметрии лица. Искривление такое, асимметрия. Посмотрите внимательно. Такие признаки проявляются не сразу. С чем это связано? Это значит, что-то с вашим головным мозгом. Сосуды головного мозга. Возможно, сосуды головного мозга, возможно, засорились. Ну, вы скажете, как засорились? А вот, вот так, вот как вы сейчас видите это на картинке. Вот так. Вот так идёт сосуд. И вот такие наросты. И причём виды бывают абсолютно разные. Засорения. Абсолютно разные. Бывает метаболический. Бывает возрастное. С возрастом засоряются. Бывает воспалительное засорение сосудов. Это связанное с туберкулёзом, с сифилизом даже. Бывает геоленоз. Церебральный атеросклероз. Развивающийся на фоне гипертонии. Бывает токсический. Это алкоголь, наркомания и табакокурение. И айкосокурение. Вот эти все ароматизаторы. Вот это всё, что входит в нашу кровь. Это называется токсический. То есть яды. Яды, поступающие в кровь. Даже из-за газированной сладкой воды. Те, которые ароматизаторы. Также. Бывает аллергический. И бывает медикаментозный. Это отложение вот этих веществ, которые в таблеточках. В таблетках, в этих вот пластиковых капсулах и так далее. Вот это медикаментозный. Бывает такой медиакальцинос менкеберга. Первичное отложение солей кальция в средней оболочке артерий. Вот это очень важно и нужно знать. Никогда об этом вам не скажет никакая фармацевтическая компания. Они вам скажут, пейте таблеточки, пейте. Но они вам никогда не скажут, что даже в головном мозге, в ваших сосудах могут откладываться вот эти все токсические вещества химические, которые в этих таблетках. Что пользы вы получите на полграмма, а проблем на тонны. На тонны, даже не на килограммы. На тонны. Вот такие проблемы вы получите. Из-за таблеточек. Поэтому мне удивительно, когда человек в возрасте, понимая это, слепо следует, идет и тоннами принимает эти таблетки. Тонным. Я удивляюсь, как ноги носят еще этих людей. И страшно, когда так же тоннами скармливают детям. Ну и преступники, конечно, мне кажется, многие работники, которые выписывают огромное количество килограммами таблеток детям. И начинается вот этот патологический процесс. Он уже закладывается с молодости. Атерксклероз сосудов головного мозга. А вы его чувствуете уже позже. А это ведь долгий патологический процесс. И характеризуется как раз отложением липидных бляшек на стенках крупных сосудов с последующим их разрастанием. Вот эти вот, что вы видите, наросты, они разрастаются и замещают соединительную ткань. То есть соединительная ткань становится не соединительной тканью, а вот этими наростами происходит что? Постепенное сужение просвета сосудов головного мозга и формирование недостаточности кровоснабжения. Кровь не может проходить, вы видите, через эти наросты. Не может она проходить нормально. И пошло недостаточность кровоснабжения, ни кислород, ничего, никакие нужные вещества питательные не поступают через такие сосуды в мозг. Что? И это все нарушение липидного обмена. И все. Кстати, к такому нарушению еще могут привести такие факторы, как возраст. Но возраст почему? Что вы возраст, в течение всего своего возраста накапливаете это в сосудах. Из-за неправильного питания, из-за неправильного образа жизни, как я уже говорила, алкоголь и так далее, злоупотребление. Малоподвижный образ жизни. Потому что, если я вам говорю, 4 километра минимум нужно проводить на воздухе, чтобы питание кислородом было. Вот поймите вы это, это очень мощно действует на головной мозг. И еще питание, у кого с повышенным содержанием холестерина, избыточная масса тела, это вот тоже курение, как я уже говорила, обязательно. Это 100% будут сосуды страдать и алкоголи, наркоманы. Это первые. Они все, их видно сразу. У них даже на лице это бабочка сосудистая, их видно сразу. Почему лицо алкоголика, наркомана и курильщика видно сразу? У них печать на лице. Да, те, кто не может себя держать в руках, часто и психоэмоциональные нагрузки, они тоже влияют. Сужаются сосуды, то расширяются. То есть вот они своей злостью, а в этот момент желчь в кровь выбрасывается. И вот они засоряют также свою кровь. Желчь, которая в кровь попадает, она также загрязняет. И у таких людей не совсем все в порядке с головой. Вот такое подробное описание и симптомы, у кого если есть, обратите внимание. Это означает, что вам нужно обязательно почистить сосуды головного мозга. Как почистить? Очень просто. Всегда использую копеечное средство. Делаем чесночное масло. Даже его бывает продают, кто делает. Вы скажете, а можно просто чеснок есть? Да можно, но с маслом лучше. Вот для очищения сосудов головного мозга очень полезно по утрам пить чесночное масло, которое также можно приготовить самостоятельно. Для этого вам надо будет натереть одну головку чеснока, залить двумя стаканами оливкового масла и дать настояться в холодильнике в течение трех суток. Но не в морозилке, в холодильнике. Или в холодном месте каком-нибудь. В течение трех суток, не меньше. Принимать за полчаса до еды, смешивая с чайной ложкой сока лимона. Обязательно. Обычно начинают с чайной ложки натощак утром. С чайной ложки. А закончить можно столовой ложкой. Но это чистка головного мозга не один день. Понятное дело, это нужно не менее месяца, а лучше два месяца. Вот как себе взять это за правило. Это делать. У меня есть видео, где я делала медорал. Медорал. И вот как раз этот мой медорал, перед вашими глазами, он как раз чистит сосуды головного мозга. Это витаминная бомба. Для тех, кто не видел это видео, медорал. Я просто вам напомню. Это грецкие орехи, изюм, курага, ну по 200-300 грамм. Все измельчите на мясорубке. Добавить перемолотые лимоны с кожурой, две штуки. Все залить горячаным медом пол-литра. И хорошо-хорошо перемешать. Все. Принимать ежедневно по две чайной ложки утром натощак. Я употребляла после приема двух ложек алоэ вера. Потому что для меня алоэ вера это очень важно. Это мой продукт питания. И можно приготовить смесь из грецких орехов и липового меда просто. Из замороженного лимона с добавлением натертого имбиря и куркумы. Но это мои продукты питания. Конечно, вы будете здоровы. Однозначно, если вы будете это регулярно употреблять. Ну и для тех, кто имбиротерапию от Кэтрин Докс принимает, тот 100% здоров. 100%. Ну я знаю, кто-то мне скажет, ну это ж надо где-то грецкие орехи найти или еще что-то. Хорошо, давайте я вам дам другой совет. Если нету у вас этих ингредиентов, наверняка у вас есть вот эти ингредиенты. И сделаем луковый мед. Выдавить из лука около 70 грамм сока. Это приблизительно одна треть стакана. Залить стаканом меда, перемешать тщательно. И пить за 30 минут до еды по одной чайной ложке. Так меня научил профессор Иван Павлович Неумывакин. Царство небесное. Замечательнейший был. Умнейший человек. Просто умнейший доктор медицинских наук. Поэтому вот, пожалуйста, луковый мед. Делайте себе луковый мед. Такие ингредиенты есть у всех. Тоже отлично чистит сосуды головного мозга. Следующее. Можно фруктовыми соками почистить сосуды. Но, но смотря какими. Сосуды полезно очищать гранатовым соком. Можно также апельсиновый. Морковный и свекольный тоже отличные. И пить эти соки нужно до обеда. Или перед ужином. По полстакана. Теперь, смотрите, гранатовый сок немножко нужно разводить водичкой. Самый лучший, конечно, это гранатовый сок. Свежевыжатый. Нет, я не про магазинные соки. Магазины нам вообще не подходят. Хоть там будет написано 100%, хоть 1000%, хоть 2000%. Просто нам не подходит. Потому что там ароматизаторы добавлены, красители добавлены, усилители вкуса. Нам все это не подходит. Это мы забиваем просто сахаром. Также вы забиваете себе сосуды головного мозга. Нет. Я не про это. Я говорю про свежевыжатый. Только. Если я говорю о соках, значит только о свежевыжатых. Если вы себе или своим родным и близким, или своему ребеночку покупаете сок, вы здоровья ему не желаете. А если вы ему делаете соки, если вы ему делаете йогурты, если вы ему делаете кефирчики, если вы ему делаете творожок своими руками, вот это вы желаете добра. Это вы хозяйка или хозяин. А если вы это все идете из полки, берете и вкидываете ребенку, надеясь, что это здоровье. Самое смешное это, когда детки маленькие до годика, до двух, до трех лет. И мамы идут и представьте себе, яблочное пюре в консервах покупают. Вы видели таких лентяек? Яблочное пюре в консервах покупают. Я вообще поражаюсь на таких людей. Просто поражаюсь. Мне все время хочется сказать, ты мама или ты где? Ты мама? Как ты можешь яблочное пюре в консервах покупать ребенку? Поразительно просто. А потом удивляются. Откуда рак крови у детей? Да потому что на терке надо натереть, а им лень. Просто лень. У нас не было соковыжималки. У нас мама все соки через марлечку выжимала. Будь то гранат. Яблочко на терке, потом через марлечку. Морковку на терке, потом через марлечку. Свекольный сок на терке, свеклу, потом через марлечку. Все это смешивала. и нам давала, и мне строго-настрого, когда я родила ребенка, говорила, Катя, включай соки от капли, двух, трех, пяти и больше, только-только свежевыжатый, вспоминай, как я выжимала, и как можно дольше это делай, пока ребенок с тобой, твое дитё, оно всегда твое дитё, не важно, сколько ему лет, 14, а тем более в 14 растущий организм, там гормональная система, там такое построение мощное в организме идёт, а в этот момент наоборот, мамочки руки отпускают, ай, 12, 13, 14, всё, дети уже взрослые, да в это время, наоборот, эти дети покупают ерунду газированную, вот именно в этот период нужно ещё усилить, выжимать и выжимать соки, прямо заставлять выпивать, домашние кефиры и так далее, потому что как построится организм, так вам потом и ответ будет, то и пожинать будете, что посеете, то и пожнёте, вот он, закон сеяния жатвы, а потом не надо говорить, ой, куда Господь смотрел, да нет, он смотрел на вас, какая вы мама, какой вы папа, какая вы тётя, какая вы бабушка, прабабушка, он на вас смотрел, на вас, вы чем занимались, сидели в чатах, подписывайтесь на мой канал, я вам говорю, ваша жизнь станет намного качественней, это однозначно, и да, кстати, ставьте лайки, потому что я смотрю, смотрят меня многие, а лайки поставить в подобайки, ставьте, потому что лайки, они продвигают канал в топ, а когда канал продвинут в топ, тогда есть возможность большему количеству людей увидеть и услышать эту информацию, мы можем их ободрить, мы можем их заразить этой информацией, ведь в школах их этому не учат, ведь фармацевтические компании закидывают рекламными роликами по поводу выпей такую таблетку оттуда, такой-то сиропчик для этого, такой-то укольчик для того и для пятого, для десятого, делают всё, чтобы вот такие программки, как моя, где-нибудь там, где-то там, помогайте, участвуйте в процессе, Господь вам воздаст в тысячи крат, потому что это, это дело доброе, это дело благословенное, это дело на здоровье, ну а на сегодня всё, я желаю вам здоровья, благословений, следите за своим мозгом, чистите свои сосуды, в том числе и сосуды головного мозга, пусть Господь Бог даёт вам благословение во всех сферах жизни, в избытке и в преизбытке, люблю вас, оставайтесь со мной, ставьте лайки и подписывайтесь, пока-пока.